Как создавать интересное и качественное портфолио и контент для социальных сетей? Об этом и не только рассказал блогер, путешественник и профессиональный фотограф Александр Мазуров во время неформальной встречи с жителями Наринмара. Мероприятие организовано Центром развития бизнеса НАУ в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Фотосъемкой Александр Мазуров увлекся еще 15 лет назад. Затем к этому увлечению добавилось еще одно хобби. Путешествие по регионам Крайнего Севера. Итогом этих увлечений стало создание проекта «Russian Explorers». Это объединение фотографов. Нас 14 человек, ну 15 человек, 14 аккаунтов. Мы про путешествия по России. То есть у нас ребята живут в разных регионах. Есть из Дагестана, есть из Камчатки, есть из Хабаровской области. То есть мы из каждого региона берем какого-то фотографа в команду. И мы представляем, скажем так, именно Россию с визуальной стороны. И делаем то, что можем. То есть мы стараемся привлекать внимание к России именно с помощью красивых фотографий. Этот приезд в Нарьенмар для блогера первый. На встрече с местными любителями фотографий и путешествий Александр Мазуров рассказал о том, как создать качественный контент и портфолио для целевой аудитории. Встреча была интересная, потому что это, наверное, редкость пообщаться с человеком твоего же хобби, который специализируется немножко на другом кадре. Есть разные виды фотографий. Это пейзажи, кто-то любит фотографировать людей. И все равно всех объединяет одно – это творчество и желание показать этому миру что-то. Эта встреча с профессионалом своего дела была интересна не только тем, кто занимается фотографией. Александр Мазуров также рассказал об экспедициях, в которых принимал участие, и об интересных и даже опасных моментах в своих поездках. Мне интересно было узнать чисто эмоции человека, который проводит свою жизнь, грубо говоря, в перелетах, в поездках, видит как раз нашу культуру, наши красоты российские. И его работа, естественно. От путешествия в Нинецкий округ у блогера остались только положительные эмоции. Город небольшой, и это на самом деле очень классно, когда, ну, то есть, по моему опыту в маленьком городе люди как-то между собой более тесно общаются, и все друг друга знают, и это классно. То есть даже вот этот прикол с домами, он скорее возможен только в маленьком городе. То же самое с оленеводами. Мы вот общались с ними, они все друг друга знают, они знают, там, разговаривают. А, вот этого, этого тоже знаю. И это классно. Обычно такие люди более открыты. И это мне вот очень сильно нравится и вдохновляет. В ближайших планах блогера написание книги об оленеводстве в период становления Советского Союза.